Я надеюсь мою картинку видно, а не только меня. Я хотел сегодня, для меня это сегодня такой первый доклад именно об этом, а связано это с тем, что очень массированно продвигается последние годы алготрейдинг, и ввиду того, что многие хотят продавать свои роботы, свои разработки, алготрейдинг как таковой, то идет некоторое лукавство по поводу, что же это такое. То есть предлагается это в основном как пассивный доход. Большинству людей объясняется, что ничего делать не нужно, мы вам все поставим, настроим, робот будет работать, а вы просто будете смотреть, как идут деньги. Конечно же, правда всегда где-то посередине. И я вот предлагаю сегодня сейчас со мной об этом порассуждать. Некоторый опыт я на эту тему имею. Кстати, вижу в чате и мне знакомые имена. Привет, ребята, кто меня знает. Кто же меня не знает, меня зовут Роман. Я с 2012 года на рынке Форекс. Сначала был инвестором в ПАМ-счета, далее я увидел, что деньги здесь есть и начал разбираться глубже. Конечно же, меня привлекло понимание того, что это удаленная работа, я могу, переезжая по миру, работать откуда угодно. Начинал я, родился и жил я большую часть своей жизни в Харькове. Последние несколько лет я в основном нахожусь в США. И именно эта возможность зарабатывать на рынке Форекс позволила мне переехать, потому что английского свободного у меня не было. Откровенно скажу, и сейчас я его не особо подтянул. Так как я всю жизнь работал на себя, у меня были оффлайн разные бизнесы, то я и не привык на кого-то работать. И в этом плане трейдинг мне очень подошел. Я сам изучил программирование, я сам написал своих первых роботов, сейчас пишу их уже множество. И, в общем-то, двигаюсь в этом направлении. Впоследствии я завел блог для начала для себя, для фиксации идей, задач, мыслей. Ну и вообще это такое совмещение экстраверта и интроверта. То есть работа трейдера, она в основном для интровертов, а ту потребность, которую я как экстраверт испытываю, я ее реализую через свой блог, через свой форум, через свой телеграм-канал. И, в общем-то, вот всем этим совмещаю. То есть на сегодня я уже, получается, сколько? Больше семи лет в этом деле и определенных успехов достиг. Я видел в чате вопросы про результаты на реальных счетах. И я потом покажу демонстрацию экрана и покажу вам свои успехи и неудачи, которых тоже присутствует немало в жизни трейдера. Ну а сейчас давайте порассуждаем на тему, все-таки это работа или пассивный доход. Да, вот как сказали ребята, я предложил, давайте разыграем несколько от меня подарков. Советник, один из моих последних разработок. И я открыл свой WPS-сервис для предоставления алго-трейдерам этих серверов. И готов второй подарок кому-то предоставить бесплатно сервер на месяц. Заодно посмотрите, как это все работает. Сейчас немножко основы. Я обратил внимание, что в чате есть как опытные ребята, так и новички сейчас для начинающих. Есть несколько типов советников. На самом деле очень-очень много. Но я для себя их распределяю на три большие группы, три большие категории. Это так называемые сеточники, скальперы и трендовые. И сейчас быстренько пробежимся, чем они отличаются друг от друга, что это вообще такое. Сеточник. Это советники, которые используют усреднение и принцип Мартенгейла. В принципе, если вы немножко готовились, немножко читали об этих вещах, то вам должно быть понятно, что это такое. Ну, грубо говоря, на руках покажу. Вот у нас есть, что такое сеточник. Почему он называется сеточник? Советник выстраивает сеть ордеров. То есть у вас, например, цена опускается вниз. Вы торгуете сеточником всегда в основном против тренда. Вы купили. Цена пошла опять против вас. То есть цена снижается. Вы снова купили. Цена снова вниз. Вы снова купили. Вы выстраиваете такую сетку. Ну, само собой, если цена пошла вверх, вы все это закрыли. То есть у этих советников, их большинство на рынке, потому что их проще всего написать. И структура Форекс-рынка такова, что большую часть времени такие советники работают в плюс. Здесь я и пишу про прибыльность, что большую часть времени работает в плюс. Так как рынок Форекс где-то процентов 70-80. Ну, то есть здесь нет, конечно, конкретной цифры. Фазе флета. Я потом еще на графике мы с вами это посмотрим. Я переключусь на терминал. Еще хороший плюс. Высокий доход от ребейта. Такие советники обычно про торговку большую дают. Если кто-то не в курсе, что такое ребейт, напишите, я после отвечу. Ну, и быстрая прибыль. Такие советники зачастую открывают сделки здесь и сейчас, сегодня и много. Может быть денег и 10, и 20. То есть вы прям видите по-живому, как растет ваш депозит. Но есть огромные минусы. Это большие просадки. То есть если цена движется в тренде и не хватает откатной волны, чтобы закрыться в плюс, то у вас наращивается, наращивается позиция. И рано или поздно это приводит к потере депозита резкой. То есть теряют депозит резко. Иногда, если грамотно настроить такой советник, он может торговать в плюс год, два и даже три. Я такие ситуации видел лично. У меня больше всего такой робот проработал два года в плюс. Потому такими советниками можно работать. Но нужно использовать определенный подход. Понимая, что рано или поздно будет потеря депозита. Я позже покажу, как это выглядит. Нужно выводить средства, как можно быстрее добраться до 100% прибыли, вывести свои изначальные инвестиции, а дальше работать в плюс. Есть такие подходы. Я весь прошлый год проводил марафоны по разгону депозита, где мы делали в месяц 50-100% и выводили. То есть максимальный счет, который у меня прожил при этом, это было 5 месяцев. То есть в принципе свои средства я приумножил в 5 раз. Дальше была потеря депозита. И мне нужно было начинать все заново. То есть это не всем подходит. Тем более это не подходит на больших деньгах. Потому что психологический фактор, даже в алготрейдинге, это все равно решающий фактор. Если вы будете плохо спать, то это не стоит того. Потому что наше здоровье, оно важнее, чем деньги. Скальперы. Скальперы – это группа советников, которые уже работают. Да, кстати, важный еще нюанс у сеточников – они не используют стоп-лосс. Потому что иначе теряется смысл всего набора сети ордеров. Так вот, скальперы, у них стоп-лосс есть. Вопрос в том, что у них маленький тейк-профит. И довольно часто стоп-лосс в разы больше. Но из-за того, что большой процент прибыльных сделок, суммарно вы в плюсе. То есть это может быть 10 сделок маленьких по 50 пипсов плюс. Один минус на 100-200 пипсов. Ну, суммарно вы в плюсе, да, там, 3 шага вперед, один назад. У таких советников есть минусы. Это низкая или средняя прибыльность и топтание на месте. Сейчас мы с вами посмотрим, как это выглядит на графике по месячной доходности. У трендового советника – это третья группа. В принципе, те же самые плюсы и минусы. Но чаще бывают убыточные периоды. У скальпера они тоже бывают, но реже. А убыточные периоды у трендового чаще, потому что во флете трендовый советник практически не способен зарабатывать. Очень часто срабатывают стоп-лоссы. Да, потом ловится длинный тренд и зарабатывается, и окупается все, что произошло. И вот как раз если у скальпера стоп-лосс может быть дальше, то есть больше, чем тейк-профит, то у трендового все наоборот. Может быть стоп-лосс 100, там, 300 пипсов, а тейк-профит – 1000, 1500, 2000 пипсов. Тем самым, наоборот, фиксируя 3-4 сделки минус подряд, пятая сделка в плюс позволит вам все это перекрыть в сети убытки. Тоже обратите внимание на психологическую часть этого трейдинга. Получается, что вам нужно не сломаться, перетерпеть те самые убыточные 3-4 сделки. Очень часто я вижу такую ситуацию, что человек, видя такие вещи, выключает советник, сколько можно фиксировать убыток, я так не могу это терпеть. А именно ту сделку, которая была бы профитная, он ее не ловит, потому что выключил советник. Либо же он видит, что какой-то плюс, цена же не движется ровно, она всегда какими-то зигзагами, даже в тренде двигается. И, соответственно, на небольшом откате он лучше заберу сейчас синицу в руках, чем жаруля в небе и закрою этот профит, тем самым срезая возможность окупить этим большим профитом все предыдущие минуса. То есть, еще раз фиксируем вопрос психологии. И вот я здесь хочу привести вам пример помесячной доходности трендового и скальпера. Видите, есть убыточные периоды, есть плюсы. То есть, в итоге вы суммарно в году, да, или в каком-то периоде квартале, полугодии, или год будете в плюсе, но будут убыточные периоды. К этому нужно быть готовым. То есть, это очень важный психологический момент. Вот сегодня, например, я проснулся, и один из моих роботов зафиксировал минус 3% к депозиту на одном из моих счетов. Плохо или это хорошо? Ну, не очень начался понедельник, но у меня сегодня встреча с вами, и потому я как бы больше сосредоточен на этом. Но я себе спокойно понимаю, что суммарно я все равно выйду в плюс. То есть, на эту именно часть трейдинга, на психологию, у вас и уйдет основное время обучения. То есть, изучить техническую часть, в принципе, хватит и месяца. Дальше ее там отточить 3-6 месяцев, а дальше еще пару лет вы будете работать над своей психологией. То есть, перестать отдалять убытки и перестать резать прибыльные вещи. Это самое сложное в трейдинге, даже в алготрейдинге. А вот пример у средняющего и то, почему они так популярны. Сравнить два графика и какой робот вы купите, конечно же, который показывает такой график. Проблема у него в другом, в том, что рано или поздно это закончится. Здесь средняющий робот не умеет фиксировать небольшие убытки, как здесь мы видим, 3-5-7%. Он работает только в плюс, пока рынок в определенной фазе, о которых мы тоже чуть позже поговорим. Но заканчивается это все вот так. Вот это пример моего счета, о котором я говорил. Вот обратите внимание, это скриншот мониторинга, я потом могу показать это все на живом мониторинге, а не на скриншоте. То есть, обратите внимание, что в августе прошлого года я начал торговать 2019-го и потерял депозит в декабре 2012-го. К тому моменту я заработал больше 600%, а потом в один день потерял депозит. Если вы обратите внимание, в левый угол внизу есть графа пополнения и снятия. Видите, пополнение 14 тысяч, снятие 37 тысяч. Это не доллары, это центовый счет. Почему я говорю, что усредняющий советник на больших деньгах нельзя использовать. То есть, таких счетов вам нужно делать множество, желательно еще и у разных брокеров, чтобы диверсифицировать свои риски. То есть, видите, максимальная просадка до потери депозита была 52%, что тоже психологически не всем подходит. Но, то есть, это определенная тактика работы. Но это работает, этим можно обеспечить себе какой-то дополнительный доход. Жить с этого абсолютно полностью мало кому удается, потому что все-таки психологическая нагрузка довольно большая. В те моменты, когда достигается просадка 52%, многие люди уже как бы теряют голову. В такие периоды обычно ко мне повышенное количество вопросов поступает в личные сообщения. Люди торгуют разными роботами и начинают на панике писать, а что же делать. То есть, в чем эта проблема, которую я озвучил изначально. Им продали робота, сказали, что все будет в порядке, а те, кто даже продал, сами не понимают, что делать в момент просадки. То есть, люди не готовы ни психологически, ни технически. Это плохо. К этому, вот я вас призываю об этом подумать. Давайте дальше рассуждать. Психология. То, что я уже несколько раз сказал в алготрейдерах. То есть, мне как разработчику, я не пишу роботы на заказ, я пишу только свои идеи, которые мне интересны. Мне иногда подбрасывают мои подписчики, участники форума, или мне пишут, а вот посмотри такую статегию, посмотри такую. Если я вижу в ней какое-то зерно логическое, то я могу разработать такого робота и бесплатно для моих подписчиков. Ну, если действительно интересная стратегия. Сам же я из-за того, что это моя основная работа, уделяю целый день, назовем это в общем трейдинг, но понятно здесь и разработка, и ведение блога, и трейдинг как таковой под ножевых счетах. То есть, я все время читаю какие-то, смотрю стратегии, сам замечаю какие-то закономерности в рынке, быстро накидываю робота для теста, чтобы понимать, живая или нет статистически эта стратегия. И дальше уже начинаю тестировать это на реальных счетах. Если я вижу, что на реальных счетах эта стратегия показывает себя неплохо, тогда я выкладываю ее в паблик, там подключаются ко мне первые тестеры. То есть, в принципе, на разработку робота и до момента, когда я его вставляю в продажу, уходит около года минимум. Потому что, ну, несколько этапов. Знаете, как это разработка вакцины. Вы сначала должны изобрести несколько гипотез, дальше проверить их в каких-то лабораторных условиях, дальше провести на реальных людях, на живых, в данном случае на реальных счетах. И только после этого вы можете это запускать в массы. То есть, я придерживаюсь такого алгоритма, потому что не хочу, чтобы из-за меня кто-то потерял деньги. То есть, это не гарантирует, что советник всегда будет зарабатывать. Это только лишь проверка мною на моих сначала в коде, в тестере, на реальных деньгах. Только после этого я считаю морально правильным кому-то предложить. Так вот, когда я общаюсь с подписчиками, с пользователями, с трейдерами, то я в основном, особенно от начинающих, получаю такие запросы. Мы хотим сделки каждый день. Мы не хотим принимать убыточные сделки. Мы хотим равномерный профит. То есть, люди сами себя толкают в эту ловушку. Вот это, каждое из этих требований, оно само по себе накладывает ограничения и так на сложном рынке, на котором не так, а просто заработать. То есть, вы должны понимать, что если вам продают такую идею, что сделки будут каждый день, что не будет убыточных, и всегда будет равномерно расти депозит. Как здесь до момента потери, ну, или здесь, чтобы красивее смотреть, то, скорее всего, в чем-то подвох. Ну, вы же понимаете, что печатных машинок не существует. Дальше мы с вами обсудим, почему не может быть так называемого граиля, почему не может быть советника, который всегда и везде будет зарабатывать деньги. Так вот, столкнувшись с такими вещами, я понимаю, что далеко не каждый готов вообще зарабатывать в трейдинге как такового. Потому что такие посылы заставляют принимать неправильные решения и закрывать ненужные сделки, отодвигать стоп-лоссы там, где лучше было бы получить стоп-лосс. То есть, настройка ваша психологическая, этот опыт, через который вы пройдете через год, два, три работы, вы поймете, что это так невозможно, и ваш запрос к советнику изменится, и тем самым вы сможете работать в плюс. Далеко не у всех это получается. Я веду как открытые, так и закрытые мероприятия по трейдингу, где собираю группы большие, так и небольшие. Я вижу, что если хотя бы из десяти человек один сможет это все осознать, принять и через год остаться в плюсе, у него есть какие-то большие шансы в будущем зарабатывать и дальше. Но таких, повторюсь, немного. Вот пример такого подхода. Я написал относительно свежего робота, торговую стратегию продумал, накидал быстренько код для проверки и провел оптимизацию. Это тоже отдельная, огромная тема по поводу тестирования и оптимизации. Мне очень часто пишут, я скачал где-то вашего робота, запустил в тестере, и он теряет депозит. Это что касается усредняющего робота. При этом человек не понимает, что такое качество котировок, выбранные периоды, как работать с параметрами, соотношение нарушает депозита к начальному лоту. То есть это отдельная большая тема. Я пользуюсь профессиональными инструментами, которые максимально в тестере пытаются эмулировать реальный рынок, но все равно это не будет то, что на реальном рынке происходит. В чем как минимум проблемы готового встроенного метатрейдера тестера. Он работает с фиксированным спредом, он не учитывает проскальзывание, которое есть в котировках. Он может зарисовывать в качестве котировок такое, что сглаживаются гэпы, не так может работать часовой поиск, как советники настроены. То есть, например, я использую софт платный TIG Data Suite, который дает качество моделирования в 109,9%, который эмулирует расширение спреда, то есть он динамический, и который эмулирует проскальзывание на рынке. То есть, исполнение, больше того, он эмулирует исполнение задержки от посыла сигнала к серверу. Потому что это тоже является вопросом, знаете, когда какую-то важную новость, советник должен открыть сделку, а у вас спред расширился в 5 раз, и проскальзывание выросло в 10 раз, то явно не по той цене откроется. То есть, вот я на таких котировках провел тестирование, и моя идея кое-что покажет, что мы с вами можем увидеть на этом графике. Продолжение следует...